Сегодня, 17 сентября, состоялось расширенное заседание правительства Московской области. Мероприятие поддерживалось в режиме видеоконференции. Андрей Воробьев с главами муниципалитетов и других ведомств обсудил работу портала «Добродел» и итоги прошедших выборов. В 31 октябре состоялись выборы, муниципальные выборы. Самый близкий к людям уровень явка составила порядка 24% и порядка 500 тысяч жителей пришло на избирательное участие. Более подробно, Леонид Ильич, расскажете, но очевидно, что выборы прошли открыто, честно. У нас участвовало 7 компаний, все парламентские партии участвовали и также другие партии. 8 сентября в Подмосковье состоялась 31 избирательная кампания по выборам в Советы депутатов муниципальных образований. Единый день голосования серьезных нарушений не зафиксировано. По словам Андрея Воробьева, избирательная кампания 2019 года была конкурентной. На один мандат претендовали 4 кандидата. Явка избирателей в Московской области составила более 24%. 482 860 избирателей отдали свои голоса. Отмечу Андрея Юрьевич, что ожидали мы 3212 первых голосующих на этих муниципалитетах. Чуть позже доложил, сколько же действительно из них пришло. И вот на осаде представлены топ-5 по явочным показателям, которые были на наших территориях. По итогам голосования лидером стала партия «Единая Россия», набрав 309 мандатов. А это 53% от общего числа. Неплохой результат у КПРФ – 88 мандатов. Это составляет, по-моему, 15%. На всех мандатах. Либеральная демократическая партия набрала 34 мандата. Сперединая Россия – 60. Хорошо в этом выступили, в том числе и другие политические партии. Например, партия пенсионеров набрала 7-18 мандатов на разных территориях. Ну и самое движение традиционно тоже неплохо показали. 60 лет мандатов будут представлены в наших советах. Что касается еще одного важного вопроса, традиционного, это Добродел. Мы сегодня также рассмотрим вопросы, касающиеся повторных ответов. Приятно, что из 900 тысяч обращений, которые мы получили за это время, 75% – это много, мы решили. Но 25% нам предстоит внимательно посмотреть, как сделать так, чтобы на них дать позитивный, грамотный ответ. Они в таком случае не отписывают. На портал Добродел поступило 900 тысяч жалоб от жителей Подмосковья. Из них 215 тысяч – повторные. На текущий момент, по словам специалистов, это одна из самых главных проблем. Житель не согласен с тем, что ответил чиновник, как на муниципальном, так и на региональном уровне. Поэтому сейчас мы акцентируем свое внимание именно на рассмотрении этой проблематики. Учитывая, что по словам обращений у нас достаточно много, 444 пока, тем не менее, я посмотрел, большая часть из этих обращений связана с ожиданиями в части благоустройства, обращения по жаловой воде, по фасадам домов. Большая часть – ненадлежащая свежая эксплуатация на квартирах домов, мусор, грязь. Уборка двора и вывоз мусора – основные категории жалоб жителей Подмосковья. Виктор Неволин, заместитель главы Раменского района, обратила внимание руководителей ведомств на грамотную организацию работы с обращениями граждан. Количество повторных обращений за счет качественных ответов должно снижаться.